Гармала – это многолетнее травянистое ядовитое растение семейства селитрянковые, широко применяемое в медицинских целях. Гармала встречается на Кавказе, в южных регионах Европейской части России, Западной Сибири, Украине, Монголии и Средней Азии. Растет на песках, солонцеватых глинистых почвах, в степях и полупустынях. Часто растение произрастает как сорняк, в виноградниках, посевах, бахчи, люцерны и злаков, на песчаных берегах озер и рек, вдоль дорог. Все части этой травы содержат множество полезных компонентов. В составе растения присутствуют следующие биологически активные вещества – каротиноиды, стероиды, сапонины, протеины, жирное масло, органические кислоты, значительное количество алкалоидов. Стебли, листья и цветки богаты цинком, железом, калием, магнием, а также микроэлементами, такими как алюминий, марганец, медь, никель, хром, свинец. Корни этого растения содержат до 2,5% алкалоидов. В семенах содержится до 14,5% жирных масел и красящих веществ. За счет алкалоидов гармола оказывает миорелаксирующее действие на мышцы. В растении в большом количестве содержится алкалоид гармолин, который оказывает возбуждающее действие на центральную нервную систему, в частности на двигательные центры коры мозга. Гармолин обладает абортирующим свойством, так как стимулирует сокращение маточных мышц. Алкалоид расширяет периферические сосуды, благодаря чему понижает кровяное давление, успокаивает ритм сердечной мышцы, расслабляет мускулатуру разных органов. В средних и больших дозировках гармолин токсичен и может привести к смерти. Алкалоиды гармин и пеганин повышают артериальное давление, способствуют расслаблению мускулатуры сердца, кишечника и матки. Гармин менее токсичен по сравнению с пеганином, но в больших дозах может вызывать судороги. Его также используют в качестве антидепрессанта. Гармин обладает свойством расширять психическое сверхтонкое восприятие мира. Согласно данным некоторых источников, великие Микеланджело и Леонардо да Винчи применяли гармолу для развития своего творческого видения. Алкалоид пеганидин обладает выраженным бактерицидным свойством и противостафилококковой активностью. Пеганин расслабляет бронхиальную стенку, поэтому применяется при бронхиальной астме. Некоторые алкалоиды эффективны в борьбе с кокаиновой и героиновой зависимостью. Те или иные средства на основе гармолы обладают успокаивающим, противовоспалительным, обезболивающим, диуретическим и патагонным действием. В России лечебные свойства растения находятся в стадии изучения. В странах Африки и Азии, а также в некоторых европейских странах, сырье гармолы применяют для лечения заболеваний периферической нервной системы. Алкалоиды гармолы способны противостоять кокаиновой и героиновой зависимости. В некоторых клиниках гармолу применяют в составе терапии алкогольной и никотиновой зависимости. Средства на основе растения обладают обезболивающим, успокаивающим, диуретическим, патагонным и противовоспалительным. действием. В народной медицине азиатских стран используют корни, молодые стебли, листья и цветы. Отвары и настои применяют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, коре, малярии, лихорадке, простудных заболеваниях, для полоскания при болезнях десен и горла. В Узбекистане гармолу применяют в качестве дезинфицирующего средства в период эпидемии гриппа, способом окуривания помещения дымом. Листья заваривают при депрессии и неврастении. Листья заваривают также при парадонтозе и болезнях почек. В Афганистане дымом из сырья растения лечат параличи, из листьев делают припарки и компрессы к опухолям. Семена гармолы обладают антисептическим свойством. В Индии их поджигают и окуривают дымом раны. Отвар из семян эффективен при бронхиальной астме. Также его пьют в качестве патагонного мочегонного средства. Используют для лечения гельминтозов, заболеваний желудочно-кишечного тракта. На Кавказе свежий сок гармолы используют для лечения катаракты на начальной стадии. Растертую траву, смешанную с соком фенхеля, медом, вином и желчью курицы, рекомендуют при слабости зрения. Крепкий отвар травы обладает свойствами транквилизатора. В ванны с добавлением отвара гармолы снимают воспаление и боль при ревматизме. Эффективны при чесотке, дерматитах и других кожных заболеваниях. Гармола – ядовитое растение. Применение препаратов на ее основе требует особой осторожности и строжайшего соблюдения режимов дозирования, рекомендуемых врачом. При несоблюдении схем лечения трава может вызывать галлюцинации, сонливость, тахикардию, судороги, депрессию, понижение температуры тела. При длительном лечении гармолой возможны увеличение мочеотделения, затруднение дыхания, нарушение функциональности желудочно-кишечного тракта. При значительном повышении дозы могут возникнуть конвульсии, дрожь, паралич опорно-двигательного аппарата, что может привести к смертельному исходу. Данная информация о растении гармола является обобщенной, предоставляется в ознакомительных целях и не заменяет официальную инструкцию. Самолечение опасно для здоровья. Надеемся, что информация была для вас очень полезна. Спасибо за внимание. Продолжение следует...